Расположенная в Лас-Наме Ля-Намеревская гимназия отметит 30-летие. Она была построена в 1989 году. По этому поводу в школе пройдет встреча выпускников и праздник. У нас в гостях директор школы Денис Преснецов и выпускница, член попечительского совета Светлана Козы. Доброе утро. Доброе утро. Светлана, ну как мы знаем, вы поступили в школу сразу после ее открытия и окончили школу в 2000 году. Каким образом выбор пал на эту школу? Как это все произошло? Ну тогда все очень просто складывалось. Все шли по району. У меня родители получили квартиру в этом регионе, на Ля-Намеревской гимназии. Это было как раз-таки месторасположение ближайшей школы. Более того, родители наши старались для того, чтобы мы вовремя могли пойти в первый класс, потому что школа не совсем успевала подготовиться к открытию. В то время помогали собирать парты, вешать занавески в классах. То есть ваши родители принимали участие? Да, в том числе всех учеников, которые поступали в первый класс. Это была просьба такая от тогдашнего руководителя нашей школы. То есть получается сейчас вы, будучи членом попечительского совета, тоже имеете непосредственно отношение ко всему, что происходит в школе. И можно сказать, что Ля-Намеревская гимназия росла вместе с вами, а вы вместе с гимназией. Совершенно верно. Более того, сейчас вместе с этой гимназией растут мои дети вместе. Старший и младший сын, они оба ходят в эту школу. Мой выбор также пал на эту школу. В общем-то, доверяю нынешним ученикам, учителям и руководству. И сама специально даже поближе к школе поселилась, чтобы было удобно моим детям. Денис, какие исторические вехи можно отметить в развитии школы? Что самого важного происходило за все эти годы, за 30 лет? Самое важное, наверное, и самое приятное – это реновация школы в 2012 году. Конечно же, нужно отметить открытие языкового погружения. Это в этом году как раз празднует 20 лет наша школа языкового погружения. С момента и первые выпуски, которые уже прошли, в принципе, весь этап, довольно-таки успешные ребята. И сейчас, в принципе, у нас по два класса языкового погружения. Здесь надо отметить, что у нас есть большой выбор, как учиться на 100% на русском языке, на родном языке. И, конечно же, родители и дети имеют возможность учиться параллельно на эстонском языке. Когда школа открывалась, в ней училось больше тысячи учеников. Насколько она велика сейчас по сравнению с другими таллинскими школами? Сколько у вас детей? Ну, если мы сейчас вспомним исторически, то я заканчивал эту школу. Мы учились в три смены. Школа являлась самым большой в Эстонии. Более двух тысяч учащихся, плюс персонал, конечно. И сейчас, в принципе, наша школа тоже является одной из самых больших в Эстонии. Ну, по-моему, третье или четвертое место мы занимаем. Работаем мы тоже в две смены. И раньше у нас все-таки было два здания. Сейчас у нас одно здание. Ну, в 98-м году 65-ю школу переименовали. Теперь она Таллинская Ляномерская гимназия. И появилось новое лого. Это чайка, которая летит над морем. Почему выбор пал именно на чайку? И кто создал это лого? Вы так задаете? Я сейчас из головы, честно, не вспомню. Ну, почему чайка, наверное, связана все-таки банально с Балтийским морем. И, конечно же, море – это пространство, которое дает возможности. И каждый строит свое будущее. И, конечно же, птица – это тот символ, который тоже свободу олицетворяет. Давайте поговорим о выпускниках. Вы принесли с собой целый альбом. Называется, вот он, собственно, по названию вашей школы. Таллин Аляна Мерия гимназиум. Здесь можно найти фотографии всех выпусков, всех годов. И если говорить об известных, например, выпускниках, окончивших эту гимназию, то, например, Елена Соломина училась в 65-й средней школе. Да, я училась в этой школе в гимназии. Я поступила в 91-м году и окончила в 93-м. То есть тут твоя фотография тоже должна быть, да? Должна быть. Я знаю, что Виктория Ладынская-Кубец тоже выпускница этой школы. Так, подождите. Ага, вот, нашел. О, отыщите на этой фотографии Елену Соломину. А вот не показывай, да. Давай, пускай останется интригой. Не показывать? Нет, я покажу. Вот она. Совсем не покажу. Да, это я, правда. Кого вы ждете завтра на вашу встречу выпускников? Выпускников, конечно. Ждем выпускников, ждем учителей. На самом деле, я довольно давно закончила школу. У нас в этом году тоже маленький юбилей, 20 у моего выпуска. И поэтому мы бы хотели увидеть, конечно, учителей, многих из которых сейчас уже не работают в школе. Кто-то на пенсии находится, кто-то просто сменил род деятельности. Лично от выпускников мы, конечно, ждем встречи друг с другом, с учителями. И очень интересно посмотреть, как школа выглядит сейчас. Потому что за 30 лет все-таки она очень изменилась, в том числе и внутри. Не только глобально это все поменялось, но и обустройство школы очень сильно изменилось. Ну а, например, что появилось такого, чего не было, скажем, 20 лет? Ну, например, я прям завидую, потому что один ребенок у меня довольно маленький сейчас в школе. И я наблюдаю в школе, что у них есть места для активного отдыха на переменах. То есть это какие-то игровые столы, это стена, по которой можно лазить, это спортивный зал им предоставляют на переменах для того, чтобы они могли там какие-то активные игры делать. В общем, побуждаете школьников двигаться, чтобы они не сидели на месте, уткнувшись в гаджеты, не наращивали лишний вес, потому что это проблема для подрастающих людей. Да, используем любые, скажем, возможности школы, физической среды. Конечно же, мы помним, что у нас очень удобная территория, расположение закрытое. И на этой территории даже свой парк, веревочный парк есть, возможности площадки. И мы очень активно ее используем. Ну, как вы понимаете, большое количество детей, 1352 в одном месте. И тут, конечно же, возможность все-таки на перемене где-то подышать и найти, находиться. Но и также, приоткроя чуть-чуть занавес на завтрашнее мероприятие, идея была такова, что учителя, которые, конечно, больше выпусков выпустили, проведут завтра мастер-классы, приоткроют занавес, как проходит сейчас современное обучение. Потому что, ну, понимание того, что было даже 10 лет назад, 5 лет назад, уже отличается очень. То есть те же самые возможности использования и интерактивных возможностей, и, соответственно, современных методик. А мастер-классы для кого будут проводить? Для выпускников, конечно же. И для учителей, которые придут в гости. Регистрироваться надо на завтрашнюю встречу? Ну, у нас была предварительная регистрация на это мероприятие, конечно. А кто не успел, тот все? Ну, я думаю, навряд ли. Школа прям-таки выгонит и закроет двери перед выпускниками, которые завтра вот внезапно поймут, что у них есть свободное время и желание. Но я думаю, все, кто придут завтра, кто успел зарегистрироваться, кто еще проявит такую инициативу... Ко скольки подходить? Ну, с четырех мероприятий начинается. В четыре надо быть на месте для того, чтобы своевременно попасть на вот программу, которую подготовила школа, в общем-то, школа очень интересная. Мне кажется, должно быть интересно, в моем понимании. Ну что ж, добро пожаловать, если у нас сейчас выпускники 65-й или Леонид Мериской гимназии смотрят. Поздравляем школу с юбилеем еще раз. Ее директор Денис Преснецов был у нас в гостях. И выпускница, член попечительского совета Светлана Коза. Спасибо. Спасибо.